здравствуйте у микрофона майкл наки сегодня снова мы расскажем вам это я и главный редактор медиазоны сергей смирнов о диктаторах а тех кто долго правил закончил по-разному но при этом оказал невероятное влияние на собственную страну как правило приводя к ее тотальному разрушению сегодня поговорим о не язове а туркмен баши а руководители туркменистана долгие годы туркменистан абсолютно вопиющий случай где до сих пор остается у руля совершенно безумный человек это практически традиция этой страны сейчас уже другой но не язов конечно вписал себя в историю этой страны с максимально негативной оценкой очень прочно и сергей смирнов главный редактор медиазоны сейчас расскажет вам его историю ну а вы подписывайтесь на этот канал ставьте лайки пишите комментарии потому что историческая рубрика она менее хайповая само собой поэтому ваша активность и поддержка особенно нужны и при этом конечно подписывайтесь на медиазону и на донат на медиазоне потому что это главное издание современной россии ну а мы переходим с вами к не язову точнее к сергею смирнову который о нем расскажет как бывшую союзную республику буквально за несколько лет превратить в одну из самых закрытых стран в мире с безумным культом личности посмотрим на примере сапар мурата не язов сапар мурат не язов родился в 1940 году в простой семье через год отец погиб на войне а мать и братья стали жертвами страшного землетрясения ашхабаде в 1948 году тогда не язов было всего 8 лет он попал детский дом отлично учился в школе после выпуска работал в правкоме вступил в кпсс во второй половине 60-х годов он получает образование инженера энергетика в москве и ленинграде некоторое время он поработал по своей инженерной специальности но 70-х начинает партийную карьеру в 1976 году он заканчивает высшую партийную школу при цк кпсс а к 80-м становится первым секретарем ашхабадского горкома компартии туркмении в конце 1985 года и он означает главой и первым секретарем цк компартии уже при гробачеве которому нужны были такие молодые руководители как не язов чтобы после брежневского застоя двигаться в сторону демократии последний год существования советского союза не я за входит в поле сброса как кпсс и на безальтернативных выборах избирается президентом туркменской сср а после объявления независимости туркменистана сохраняет эту должность в 1992 году по его и же инициативе пройдут выборы президента по новой конституции и снова безальтернативной не язов набрал 99 с половиной процентов голосов почти все девяностое в туркменистане сохранялся советский социализм например людям разрешили владеть собственной землей только в 1997 году долгое время некоторая еда выдавалась по карточкам и жители не платили за коммунальные услуги при этом во время сбора урожая хлопка студенты и сотрудники бюджетных учреждений принуждаются к бесплатной работе под угрозой увольнения такая традиция существует еще со времен советского союза и сохраняется до сих пор во внешней политике тем не менее туркменистан активно пытался привлечь инвесторов для добычи газа и нефти запасов которых стране было много а ресурсов на их добычу экспорт не хватало в конце 90-х он налаживает поставки газа в рам за счет чего становится богаче большинства соседей по центральной азии парламент при отделении от ссср сохранил свой состав из членов бывшей коммунистической партии туркменской сср который после 1991 года переименовалась в демократическую партию туркменистана долгое время она оставалась единственной зарегистрированной партии поэтому на таких же безальтернативных выборах в 1994 году получила по официальным данным сто процентов голосов при явке 99,8 процентов из двух миллионов потенциальных избирателей дома остались лишь 5000 а испортили бюллетени всего 78 человек этот парламент еще три года до следующих президентских выборов вообще предложил их не проводить а продлить полномочий Ниязова до 2002 года по этому вопросу прошел референдум с такими же как и на всех выборах результатами под 99 процентов помимо парламента в туркменистане до сих пор есть совет старейшин он же народный совет это высший конституционный орган власти часть членов него входят например по должности как представитель верховного суда или генпрокурор часть избирается а часть назначается президентом совет также входят старейшины традиционном понимании то есть представители туркменских кланов уже в 1993 году не язов начинает присваивать себе необычные титул парламент провозглашает его главой туркмен всего мира туркмен баши великим его честь называют город туркмен баши на берегу каспийского моря самая высокая гора в мире получает имя пик великого туркмен баши один из вице-премьеров предлагает назвать всю страну в честь лидера не язовский туркмений но если бы это было лишь инициатива одного чиновника то в 1904 году совет старейшин всерьез рассматривал присвоение язову титулу шаха а туркменистан предлагалось объявить шахством но соседние страны были не в восторге от такой идеи прежде всего ирана и от этого в итоге отказались иногда диктатор и свойственно ему скромности отвергал предложение новых титулов и полномочий например раскритиковал устроивших реформу армии чиновников которые затеяли ее главным образом для введения титула маршал специально под не язова а еще все время стеснялся своих планов по срокам правления на предложение перезбраться на третий срок он сначала предлагал дождаться 2002 года а там вместе решить кто будет президент но дожидаться 2002 года он все-таки не стал и в 1999 году совет старейшин провозросил его пожизненным президентом а затем повторно сделал это в 2002 году на всякий случай не язов изображая скромного человека сказал что пожизненному президенту ему не нужно а выборы пройдут после 2008 года скромность туркменбаши не распространялась на визуальный облик страны национальную валюту украсили портреты вождя на герб туркменистана был добавлен портрет любимого коня не язова а на улице городов ему поставили более 14 тысяч прижизненных памятников в том числе золотую 14 метровую статую не язова с флагом которая установлена на вершине 70 метровый арки нейтралитета на центральной площади страны механизм поворачивает статую лицом к солнцу впрочем иногда не язов все же вспоминала своем скромном образе просил не строить больше памятников издал указ о необходимости согласования с ним лично присвоение его имени чему-либо отказался от шестого звания героя страны и даже провел конкурс для тележурналистов кто меньше хвалит туркменбаши от хвалебный ход я готов сквозь землю провалиться ведь каждая песня обо мне от студа глаза девать некуда комментировал конкурс диктатор тем не менее культ личности не язова очень глубоко проник культуру двумя важнейшими государственными праздниками были его день рождения и день его единственного избрания на пост президента устные рассказы о божественных способных не язова вроде убийства мухи взглядом поощрялись государством и стали частью народного творчества в школе перед первым уроком учащиеся всегда приносили клятву верности туркменбаши сам не язов подобно нашему предыдущему диктатору муаммура каддафи концу первого десятилетия правление тоже решил заняться литературным творчеством и написал рухному философское историческое учение о том что туркменский народ стоял у истоков всего важного в мире от изобретения колеса и плавление металла до основания семидесяти государств книга изучалась как отдельный предмет в школе ее знание было необходимо при аттестации по любой специальности государственных учреждениях были установлены специальные комнаты для чтения книги ее толкование стало новой профессией отказавшийся проравнять рухному корану и расписать цитатами из нее мечети главный муфти туркменистана был обсужден на 22 года тюрьмы я лично рухному мечтал берегу психику еще не язов писал стихи и прозу и зачитывал их прямом эфире телевидения например я дух туркмении возродившийся чтобы привести вас золотому веку я ваш спаситель у меня зоркий взгляд я вижу все если вы честны в своих поступках я это вижу если вы же совершаете грехи и это не укроется от меня отдельным указом туркмен баши запретил получать удовольствие от секса практически в орловских формулировках назвал его делом исключительно детопроизводным государственным он жестко регламентировал внешний вид людей предписав элементы постоянного дресс-кода для любых общественных мест девушкам косы и национальные головные уборы платья и запрет на короткие юбки и джинсы молодым людям обязательное ношение черных брюк с белой рубашкой еще одним указом туркмен баши запретил видеоигры творчество туркмен баши не заканчивалось на бумаге диктатору нравилось менять мир вокруг он распорядился разделить жизнь каждого человека на 6 циклов по 12 лет и дал им название а еще переименовал дни недели и месяцы причем два из них назвал в честь матери и своего любимого поэта вообще он много всего любил называть в честь своих погибших в раннем детстве родителей в честь матери он переименовал традиционный туркменский хлеб а 2004 год объявил годом своего отца и построил фамильный мавзолей где захоронил их прах вообще туркмен баши любил стройки он построил в столице ашхабаде крупнейший в центральной азии мечеть по всему городу возвел с десяток дворцов приказал строить только из белого мрамора в том числе был построен дворец прессы и сми ситуация со сми к этому моменту в стране была такая незав лично утверждал вид первой страницы каждой газеты там обычно был его портрет ввоз любой прессы был запрещен а доступ в интернет для простых пользователей ограничен но изменением облика города лидер всех туркменов не ограничивался он стремился менять облик планеты так он приказал построить в пустыне каракумы искусственное озеро площадью 2000 квадратных километров чтобы навсегда решить проблему с предраспределением дренажной воды в регионе копать озеро он не заставил для этого предлагалось использовать естественную долину но к ней нужно было подвести несколько глубоких коллекторов длиной в сотни километров концу нулевых они были достроены в 2013 году озеро начало заполняться и продолжит это делать еще не менее 8 лет еще не язов мечтал основать в пустыне зоопарк и хотел чтобы там непременно жили пингвины так как боялся что они вымирают из-за глобального потепления а еще требовал массово высаживать деревья вокруг столицы мечтая превратить пустынь в сад если некоторые идеи диктатора были просто забавными то другие сильно ударяли по и без того бедному населению так пенсионная реформа не язва предполагала полный отказ от выплаты пенсии всем пожилым у кого есть совершеннолетние дети а те кому на ранее выплачивалась повышенная пенсия заслуги времен ссср вроде героя социалистического труда должны были вернуть средства государства в ходе образовательной реформы обучение в школах и вузах сократили до девяти и двух лет соответственно после окончания школы запретили поступать в вуз не проработав два года все дипломы иностранных вузов были признаны недействительными и академия наук туркмении была просто закрыта реформа здравоохранения была даже более болезненной одним указом были уволены почти все медсестры и фельдшеры и акушеры в стране надо отметить что позиция в туркмении все-таки была но из-за полного отсутствия публичной политики на родине и и лидер жили в основном москве где выступали в сми и обращались сторонник так против неязова на российском телевидении выступал бывший министр иностранных дел туркменистана авды кулиев который собирался конкурировать с диктатором на отмененных выборах 1997 года пост министра иностранных дел туркменистана был традиционно оппозиционным потому что и следующий министр который занимал свой пост оказался конкурентом действующей власти после своей отставки в 2000 году борис шахмурадов открыто выступил против неязва создал оппозиционное народно-демократическое движение туркменистана этому движению приписывают попытку организации убийства диктатора в 2002 году по официальной версии туркменских властей кортеж лидера наций заблокировали на одной из улиц ашхабада и обстреляли из автоматического оружия ранее в четырех охранников но не задев самого неязва единственный оказавшийся в итоге на свободе свидетель советский журналист и американский бизнесмен леонид комаровский рассказывает другую историю по его словам шахмурадов его товарищи планировали провести акцию здания парламента и каким-то образом привести неязва в парламент чтобы обсудить с ними демократические изменения в стране о том как именно оппозиционеры собирались привести президента в парламент комаровский не знают после объявления о попытке покушения арестовали сначала шахмурадова и всех сопричастных включая комаровского он рассказывает что за пять месяцев в изоляторе его пытали 8 раз били по почкам он уверен что пыткам подвергались и остальные арестованные но им повезло меньше так как его как американцы после пыток лечили на показанных патрукменскому телевидению кадрах шахмурадов говорит на камеру мы проживая в россии занимались употреблением наркотиков и в состоянии опьянения вербовали наемников для совершения террористического акта мы мафия мы все ничтожество после этих признаний началась волна репрессий по сопричастности покушению на кроме большей были арестованы более 200 людей в том числе действующие и бывшие представители партийной элиты высокопоставленные чиновники военные немногие журналисты и общественные деятели все получили либо 25 лет либо пожизненное лишение свободы дальнейшая судьба большинства осужденных неизвестно в столице прошли организованные государственные митинги где звучали требования расправиться и с членами семей врагов народа до сих пор не известно что с ними случилось в том числе шахмурадова у этого диктатора в отличие от предыдущих довольно счастливый конец он умер в декабре 2006 года своей смертью хотя и довольно молодым не язву было всего 66 лет до обещанных после 2008 года по жизни президент так и не даже масштабные похороны транслировались по федеральным каналам даже в россии по конституции временно исполняющий обязанности президента в случае его кончины должен был стать председатель парламента и за два месяца провести выбор но тут же на него завели уголовное дело а временные полномочия президента взял на себя министр здравоохранения гурбангулы бердемухамедов он правит туркменистаном до сих пор после смерти не язова многие ожидали политический кризис волну протестов но этого не случилось последующие годы в туркменистане жизнь практически не изменилась после прихода к власти бердемухамедов пообещал некоторую либерализацию но вместо этого только был ослаблен культ личности не язова и степень вмешательства идеологии в жизнь людей будучи менее одержим великими идеями бердемухамедов более практичный правитель и старается вовлечь власть максимальное количество своих родственников эксперты насчитывают около 80 представителей его клана на государственных постах в остальном же и по сей день сохраняются особенности туркменистана появившиеся при не язве изоляции от внешнего мира общая эстетика режима ситуация с правами человека по ним human rights watch стабильно включает страну в число пяти худших стран мира а защите прав граждан этой страны речи не идет но преследуется даже попавшие на территорию страны иностранные журналисты туркменистан по этим параметрам часто связывают с северной кореи выделяя в качестве различий наличие у последней агрессивной милитаристской риторики и более глубокой бедности из-за отсутствия природных ресурсов туркменистан так и остается очень закрытой страной получить оттуда информацию и и проверить крайне сложно и это мы знаем на примере нашего сайта медиазона центральная азия кстати подписывайтесь в соцсетях и читайте туркменские власти сообщают только хорошие новости к примеру по официальной информации туркменистане до сих пор не зарегистрировано ни одного случая коронавируса это ли не чудо не язву бы точно такое понравилось и он объявил бы это своей заслугой и и Продолжение следует...